Например, Digital Commerce, объем онлайн-продаж в 2016-2019 годах вырос каждый год где-то на 20%, тогда как онлайн-продажа 3,5% в год. Это говорит о будущем электронной торговли в мире. Я хочу сказать, что в Молдове этот бизнес и такие продажи с годом в год повышаются. Основные наши статьи продажи являются продукты питания, вино, текстиль. Наши основные рынки по онлайн-продажам это Румыния, Россия, Италия, Германия, Беларусь. У нас уже есть законодательная база в Республике Молдовы. Есть определенные софты, которые работают. Есть онлайн-бэккинг, PayPal и другие возможности, которые позволяют нам воспользоваться этим инструментом купли-продаж. Я хочу сказать, что особенно внедрение этих онлайн-программ типа 4G, 5G и так далее, это возможность даже покупать с телефона. И я думаю, в дальнейшем даже в программах нашего центра по обучению эти тренинги будут одним из основных в будущем. В этих мастер-классах, которые мы будем проводить с поддержкой про ООН Молдова и правительства Швеции, мы будем развивать разные тематики. Основные это таможенные процедуры при импорте и экспорте, онлайн-продажах, заключение международных контрактов и учитывая изменения в импутенции, которые вошли в силу в 2020 году, 2020. И третье это географические указания и вопросы индивидуальной собственности, которые очень важны для нас, как для продавцов из Республики Молдов. К сожалению, технические возможности не позволяют нам передать слово господже Наталье Тимов, которая принял этот вопрос с ПРООН Молдова, но мы ее приветствуем и благодарим за поддержку, которая нам оказывается в течение последних дней в организации данного мероприятия. В дальнейшем я хочу уверить, что торгово-промышленная палата будет рядом с вами, будет вам помогать. Если есть определенные вопросы, не трудайтесь, звоните нам, мы вам поможем. Рядом с вами в дальнейшем будет председатель торгово-промышленной палаты господина Былба. А чтобы быть в графике, так сказать, и знаю, что ваше время оно очень ценно, хочу сразу, чтобы мы перешли к работе нашего мастер-класса и предоставляю слово Дмитрию Талмазан, учредителю Талмазан School, который, значит, придется информацией, цифровой формат бизнеса, онлайн-продажа, тренд или необходимость. Дмитрий, вам слово. Узбеков всем и здоровья. Здравствуйте. Добрый день, доброе утро. Меня слышно? Да, да. Все, отлично, отлично. У нас впереди немножко времени пообщаться по поводу цифровизации бизнеса или продажи в онлайн. Пока мы настроимся, я бы хотел узнать, если возможно. Я понимаю, что у нас сегодня сейчас уже 36 человек, еще добавляются. Те, кто нас слышит, если вы меня слышите, видите по вашим кадрам, кто-то в офисе, кто-то дома. Соответственно, разный настрой и разный уровень нашей сегодняшней аудитории. Я в двух словах расскажу вам сегодня про то, кто я и о чем мы сегодня будем говорить, чтобы вы понимали, почему перед вами сегодня я и почему я позволяю себе говорить об цифровом формате бизнеса, об онлайн-продажах. Если говорить про мой опыт, то я последние 5-6 лет работаю очень активно в сфере диджитал-коммуникации. У меня несколько направлений бизнеса личного. Это агентство, которое продвигает бренды. У нас более 250 тысяч долларов бюджет ежегодный, который мы настраиваем рекламные кампании для наших клиентов из разных отраслей, из разных направлений. Это школа по обучению. Я являюсь также спикером бизнес-молодость России и университетом Синергия. Поэтому то, что сегодня я буду вам говорить, это какие-то выводы, которые я сделал на пути продвижения наших клиентов или же на пути личных выводов из бюджета, который мы потратили для клиентов. Часть из наших клиентов, которых мы консультировали, обучали, продвигали. И то, что сегодня, скажем так, идет в направлении коммуникации онлайн, это уже факт. Я даже немножко рад, как специалист диджитал коммуникации, что мы попали в такое состояние, хотя для бизнеса это неприятно. И для людей, и вообще период апреля, и по сегодняшний день это как-то сложно. Но если говорить про онлайн-образование, если говорить про онлайн-коммуникацию, то то, что сегодня у нас есть, и то, что сегодня мы пройдем с вами по трендам и инструментам онлайн-среде, наверное, нам бы заняло где-то лет пять в классическом формате, потому что все это происходит уже давно в Румынии, в России, в Европе. И дальше туда интеграция бизнеса. Я являюсь выпускником MBA-школы, и на одном из уроков в Лондоне у нас было про цифрализацию бизнеса. Это было два года назад, практически год с чем-то. И мы там говорили про два вектора, которые очень важны, чтобы вы начали думать в этом направлении. Первое – это безопасность. Это безопасность вашего бизнеса, это безопасность вашего личного бытия в онлайн-среде, и второе – это перспективы. И самое странное, самое грустное в том, что мы, думая, что есть очень много рисков, мы не делаем действия для достижения определенных результатов. Поэтому сегодня я хочу показать вам не про то, как делать, подразумевая, что основная часть из присутствующих – это предприниматели, или это основатели бизнеса, или это координаторы. Соответственно, вы не будете настраивать рекламу или выбирать каналы. Но я бы хотел, чтобы вы сегодня подумали, что есть онлайн и диджитализация, или цифрализация бизнеса, и куда движется все это, и как мы можем получить отсюда больше опыта. Если вас не затруднит, я все-таки попрошу вас, чтобы вы в чатах прописали, какой ваш статус, кто вы, из какой вы отрасли. К примеру, Дмитрий Толмазан – директор из образовательной отрасли. Я из Кишнилова. Чтобы мы смогли понять, какие бизнесы здесь есть, что за уровень информационного потока мне подавать, идти больше в глубину. Вдруг окажется тут очень много, которые сами себя продвигают, или наоборот, никого. И в моих примерах, когда я буду задавать или приводить примеры по поводу результативности, чтобы я смог, может быть, взять какие-то ваши кейсы. У нас обязательно будут ответы, вопросы. Поэтому, если возможно, я буду так, немножко одним глазиком смотреть в чат, но буду весьма признателен, если вы сможете прописать. У нас мастер-класс, и поэтому здесь нам нужно немножко расслабиться и провести диалог. Я понимаю, что ваш опыт – это десятикратно больше моего опыта, моих оборотов или моих видений проблем и успехов. Но, тем не менее, по диджитал-коммуникации я сегодня сделаю такой шеринг с вами, и надеюсь, это будет для вас полезно. Так, есть тут швейная фабрика, рыбница. Приветствуем, директор мебельной фабрики, производство мебели. Были у нас тоже клиент, активный бизнес. Такс. Все, два участника у нас. Приветствуем двух участников. Хорошо, давайте немножко подключимся, чтобы вы смогли все-таки ответить на мой вопрос. Это будет важно для сегодняшней нашей встречи. Итак, я говорил, что мы поговорим с вами немножко про что-куда и направление что-куда, и я бы хотел сказать, что онлайн, вообще онлайн или цифрализация. Я бы предложил вам рассмотреть три перспективы. И сегодня мы с вами будем говорить про эти три перспективы. То есть, если вы хотите начать онлайн-коммуникацию, это будет правильно. Если вы это делаете давно или недавно, то это очень хорошо. Если вы думаете, что ваш бизнес еще не для онлайна, напишите мне в личку, и мы сможем пообщаться лично, потому что из нашего опыта максимально 99,9% клиентов, они в онлайне. Не важно, какой у вас бизнес. У вас сфера услуг, у вас сфера продуктовый, вы на экспорт работаете, ближний, дальний, не важно где. Потому что направление онлайн-коммуникации решает две задачи. Первая задача, к которой мы должны все подключиться в нее, это узнаваемость бренда. Когда вы идете на определенную выставку, когда вы идете на определенную встречу, B2B-продажа, кто-то скажет, у меня B2B-продажа, я не продаю на сайтах e-commerce, к примеру. И первое, на что мы реагируем, это узнаваемость бренда. Очень многие из вас сейчас будут блокировать, возможно, первые 10-15-20 минут поток информационных, которые я говорю, потому что вы меня не знаете. Если вы были бы из отрасли диджитал-коммуникации, то вы, возможно, бы прислушались сразу меня. Хотя вы начали слушать изначально представителей палаты, потому что это ваш авторитетный знакомый бренд. Соответственно, в продуктовой линейке, в сфере услуг, в продажах то же самое, а в онлайне это еще больше важно. Когда мы идем на выставку, когда к нам приходит бренд и говорит, здравствуйте, мы хотим наладить с вами поставку, мы компания Talmazan School. И вы такие, кто? Talmazan что? То есть, если вы первые 10-15-20 минут, ваш мозг решает задачу, кто это? Вы не будете слышать, что он вам продает, или вас не будут слышать, что вы продаете. Поэтому первая из задач, которые решает онлайн-среда, это узнаваемость бренда. И здесь мы должны очень много действий делать, чтобы наш логотип, наше имя, наш стиль был узнаваемым. Второе направление – это трафик. Это то, что называется в продажах, то, что мы, в принципе, очень часто используем для генерации лидов. И здесь, снова же, в зависимости от брендов, да, мебельная фабрика, если вы делаете экспорт мебельной фабрики, то вы должны там в процентов 70 работать на узнаваемость бренда. То есть, не продавать мебель на экспорт, а делать узнаваемым в регионе, где ваше представительство работает. Или же, наоборот, вам нужно продавать. Поэтому вы будете генерировать трафик, который будет идти на второй блок – это площадки. То есть, мы говорим сегодня с вами про трафик, про площадки и про аналитику и продаж. Вот эти три перспективы я бы хотел сегодня вам раскрыть. И если у вас будут вопросы, вы обязательно задавайте их. Я постараюсь максимально подключиться и давать вам обратную связь. Итак, говоря про трафик. Это очень важно. Сегодня, вот можно я еще один вопрос задам. И здесь, если вы там долго не хотели писать, давайте хотя бы, нужно две буквы прописать. MD, RUN, YENG или W. W будете считать, что это World. Где вы продаете свои услуги, продукты? Где вы или куда вы хотите выходить? Это MD, это Молдова, это РО, Румыния, UA, Украина. Напишите мне в комментариях, куда вы хотите продвигаться. Потому что от этого будет зависеть в том числе стратегия, бюджет и другие моменты, которые связаны с нашим бытием в онлайне. Там, так, замглавы администрации отдела, консалтинг, образование. Антон Денис, производитель кормов для собак. Вот, ага. Такс, вижу. Антон, спасибо за ваш ответ. MD, Молдова, Румыния, Молдова, Россия. Такс, MD, Молдова, Россия. Хорошо. Давайте, давайте, коллеги. Молдова. У нас 44 человека и 4 ответа. У вас групповое занятие? То есть вы там делегировали одного, чтобы он отвечал за всех? Так, MD, MD, МД, РО, РУ, ЕН, фармацептика, МД. Такс, окей. Знаете, я в сфере образования несколько лет. И я вывел, пока вы отвечаете, прошу отвечать, я вам скажу позицию мою, почему я заставляю вас это делать. В сфере онлайн-образования, оно зачастую немножко менее эффективно, чем оффлайн-образование. Ну, не чувствуется зал, не чувствуется атмосфера. Но, тем не менее, когда тебе нужно, ты понимаешь и в онлайне, даже если будешь читать что-то, ты поймешь. И я бы не хотел, чтобы этот тренинг был ради того, чтобы мы поставили галочку, как организаторы, что мы сделали тренинг, а вы поставили галочку, что вы были на этом тренинге. Я бы хотел, чтобы вы реально получили какой-то опыт, какую-то полезность и смогли понять, вдруг для вас онлайн сегодня критически, а вы еще не понимаете, что там надо делать. Или вы уже делаете действия, но вы не можете их понять, как их анализировать. Сегодня об этом я хочу поговорить. Поэтому будьте, пожалуйста, более активны. Это мне поможет подключиться и настроиться правильно. Хорошо. Молдова, Румыния, то есть ближайший зарубежь – это стратегические ваши какие-то рынки. Соответственно, запомните одну формулировку. Она называется CPM. К – латиница, П и М – латиница. Это цена за тысячу показов. Если мы говорим с вами про продвижение, если мы говорим с вами про цифрализацию или диджитал-коммуникация, и в ней есть трафик, в ней есть элемент продвижения, то мы будем с вами всегда иметь в виду стоимость за тысячу показов нашей рекламы. Когда мы говорим про именно тип трафика, вы должны понимать, что неважно ваша отрасль, рынок, неважно в каком направлении вы будете двигаться, ваш бюджет будет сто долларов или тысячу или десять, это вообще неважно. Все мы играем по тем же правилам. И первое правило, которое вы должны записать себе и учесть, это что диджитал-коммуникация – она часть большой картины маркетинга. То есть мы не можем в нашей компании внедрить классический маркетинг, мы не можем внедрить только диджитал-маркетинг или только классический. Мы должны понять, что классический маркетинг, он в себе подразумевает еще и диджитал-коммуникацию, цифрализацию, да, то есть все эти процессы, которые связаны с нашим продуктом, с нашими процессами внутренней компании, они часть очень большой картины. Внутри есть уже более детально, это, скажем так, SMM-маркетинг, в диджитал-маркетинг есть еще другие. И сегодня я хочу, чтобы вы себе их прописали и смогли понять, а вы под какие каналы трафика хотите подключиться? Или другими словами, для нас сегодня какие каналы стратегические? Может, мы вообще не продвигаемся в наших каналах? Поэтому здесь вы должны понять, что для большого бизнеса вот эта карта маркетинга, она словно карта метро, которая связывает между собой разные точки. Это ивент-менеджмент, это диджитал-коммуникация, это флайеры, это передачи, это контент-маркетинг, это очень-очень много процессов. И естественно, что у нас, как у предпринимателей, как у бизнеса, не всегда есть ресурсы, чтобы обеспечить нашему бизнесу вот такую карту. Поэтому нужно будет понять немножко стратегически, по немножко, какие каналы мы подключим. И давайте начнем диджитал-каналы, это первые шаги в процесс продвижения наших продуктов на рынке, который вы указали. Первый столбик – это сделайте себе скрины, сделайте себе заметки. Это каналы трафика. То есть неважно, что хотим мы сделать, мы на верхнем уровне, мы должны заливать трафик. Мы должны коммуницировать с нашим потенциальным клиентом на уровне именно там, где он находится. Неважно, насколько популярно или не популярно у нас Facebook. Неважно, насколько три девятки хороши или не хороши. Если ваш клиент находится там, вы должны быть там. Поэтому вот первый канал – это SEO-оптимизация, это SEO-серч-дисплей. Это три продукта, которые присутствуют в Гугле. Я говорил вначале, я хочу сегодня поговорить про что и как, что и куда, не как. Поэтому вы записывайте, идете к вашим экспертам или те, кто нуждается более подробно. Подробно можете написать и нам, но вы должны понимать, есть эти каналы у вас или их нет. Вы должны понимать, делаете вы эти действия или нет. Потому что ваш конкурент это делает и направление тренда в вашем бизнесе, оно вот в этом. Мы идем в этом направлении. Поэтому SEO-оптимизация – это когда у вас онлайн-магазин. Это для тех, у кого онлайн-магазин, для тех, у кого сайт очень много страниц имеет. И тогда вы оптимизируете на уровне ключевых слов, на уровне семантического ядра ваш сайт. И он всплывает в поиске, когда люди ищут вашу продукцию. Это относительно, я буду кидать иногда и цены, чтобы вы понимали, сколько стоят услуги, сколько стоит бюджет, чтобы вы смогли себе понять получше, в каком направлении вы будете двигаться. Есть смысл делать SEO-оптимизацию, если у вас вышесказанные ресурсы активированы, и если у вас есть бюджет от 300-500 долларов в месяц на протяжении минимум 6 месяцев. Если вы делаете SEO-один месяц, это зря потраченные деньги. Вы должны активировать больше элементов бюджета, времени, и все это должно быть направлено на правильные сайты. Альтернатива выдачи, поисковые выдачи, потому что Google и Яндекс – это очень хорошие ресурсы, если вы работаете в сфере, не знаю, B2C, даже B2B иногда, потому что это для тех, кто ищет. То есть, если вам не нужны, не знаю, там, мебель, или если вам не нужны какие-то удобрения для сельскохозяйственной отрасли, вы не будете их искать. Но если мне нужно, первое, что я делаю, и вы, наверное, себя тоже словите на ум, когда вам что-то нужно конкретно, вы не идете в Facebook, в Instagram или в Тридевятки, вы идете впервые в Google и пишете, и иногда выдачи вам может выдать и Тридевятки, и Facebook, или сайт. То есть, вы ищете удобрения, еще если вы эксперт в отрасли, вы можете, там, сказать UP605, и вы знаете, что это такое. И если SEO сделано хорошо, он выдаст сайт ваш или сайт продукта, где это продается. Но если у нас нету столько денег или у нас нету такой стратегии присутствия через сайт, тогда мы можем использовать Search Display. Это мы платим Google только когда люди делают клик на наше объявление. Оно тоже появляется первое, как спонсоры, да, понимаете, о чем я говорю. И в этом плане вы получаете переходы на сайт людей, которые ищут, тоже горячий трафик, но он платится не каждый месяц, а когда вы делаете продвижение вашего продукта или вашего, вашей услуги. Да, и такое бывает. Так, попрошу организаторов учесть, что у нас микрофон должен быть выключен. Главное, говорите о хорошем, про Талмазан. Так, кто у нас еще подключен? Все, выключили, да? Хорошо. Итак, дальше идем. Коллеги, у кого микрофон, прошу, выключите. Дальше мы идем по каналам, именно по каналам продвижения, чтобы вы смогли понимать, какие еще у нас ресурсы в этом направлении есть. Это e-mail маркетинг, это процесс активации разных сайтов, то есть когда вы используете три девятки или площадки. Очень хорошо, когда у вас есть экспорт из-за опыта активировать локальные ресурсы присутствия. То есть не заходить рекламой в Румынию или в Россию или в Украину, чисто только рекламой, а заходить через Google, заходить через свои локальные площадки. Вот каждый из нас, из присутствующих, наверняка один минимум раз заходил на три девятки. Это такая доска объявлений, да, которая помогает нам искать что-то, и там мы находим очень часто хорошие продукты. Соответственно, в России, в Румынии, Украине, в каждой стране есть свои три девятки. Вы должны быть там, вы должны присутствовать там, где есть ваши клиенты. Есть пресса, это очень-очень хорошая стратегия, здесь я бы хотел остановиться. Если для вас актуально вот такой процесс, вы хотите выйти на новый рынок, вы хотите выйти в определенный город, вы хотите выйти в определенную страну с определенным продуктом, процессом. Если есть таковы желания, то очень интересный подход – это работа через инфлюенс-маркетинг или через пресс. Как это делается? Наверное, скажем так, часть из вас, наверное, слышали про компанию, которая из Румынии продает у нас в Молдове краски для обработки, называется «Алдорфтехник». Наверное, лет пять эта компания создала контракт по интеграции их бренда в Кишинев через инфлюенсера Эмилиан Крецун. Он, наверное, несколько лет у него логотип в Фейсбуке и в соцсетях. Его фотографии имели фотку рядом логотипа «Алдорфтехник». Потом они сделали интеграцию более активной, более активной, и сейчас он продвигает через свою аудиторию продукт. Это продвижение через инфлюенсеров. Когда мы хотим зайти на какой-то рынок, мы можем активировать людей, которые там живут, уровень доверия для них больше, поэтому мы можем через них работать эффективнее. А пресса – это шикарнейший формат. Может быть, если первый вариант для B2C, но вот пресса – это для тех, кто хочет очень специфическую аудиторию подключить. Ну вот вам нужны те же сельскохозяйственные. Или вот корм для собак. Кто покупает корм для собак? Какие компании? Какие каналы они читают? Вот у нас есть там УниМедиа и другие каналы прессы онлайн. Что вы можете сделать? Вы идете в страну, где вы хотите продвигаться. Выбираете стратегически те сайты, которые можно опубликовать статью. И очень важно в этой стратегии, как у вас будет прописано тайтл, то есть заголовок, да? То есть три самых лучших корма для животных, для зоомагазинов. Кто откроет эту статью? Эту статью откроет, ну, во-первых, кто-кто написал. Он откроет, потому что ему нужно посмотреть, как все выглядит. Но часть из тех, кто будет это открывать, это люди, которые или же ваши конкуренты, или же ваши клиенты. Они откроют посмотреть, а что за три топ-корма для животных? Или пять трендов в дизайне на 2021 год. Открывают стратегические ваши клиенты. Даже B2B очень хорошо эта стратегия работает. Но на этой статье ваши специалисты диджитал-коммуникации должны установить пиксель. Это вот такое слово. Пиксель, кстати, этот наш сегодняшний мастер-класс, он регистрируется в лайфе. Если какие-то термины или что-то вы не поймете, вы возвращаетесь после и запишите, и дайте вашим специалистам, они смогут вам объяснить, что такое. И всех, кто зашел на эту статью, мы берем в аудиторию, а потом показываем рекламу более глубокого прохождения на уровне продажи или же контакта. Поэтому как бы на первом уровне определите для вас трафик, который мы будем вести куда? Мы будем вести на площадке. Площадки есть онлайн-магазин, лейдинг-пейдж, сайт, гугл и другие. О них я буду говорить. И обязательно вы должны процессом все это логически проходить. Сейчас смотрите, у нас есть площадки. Я говорил про элементы площадок. Важно в digital коммуникации понимать, что площадки сегодня – это must have. Без них вы не сможете конвертировать онлайн-трафик или вы не сможете сказать, что цифрализация вашего бизнеса, она произошла правильно. Если раньше, такое раньше, полгода назад, делали сайты и лейдинги те, кто имел бюджет, сегодня, если вы хотите продвигаться, сегодня, если вы хотите продавать, вы должны работать в этом направлении. Есть несколько продуктов, которые вы можете, и я рекомендую, чтобы вы просмотрели, насколько правильно они сделали, насколько это есть у вас или нет. Говоря о площадках, один из продуктов, через который вы будете продвигать ваш продукт и бренд – это ваш сайт. Сайт, у многих есть сайт, нету, к примеру, лендинг-пейджа, о котором мы будем говорить, или наоборот. Но сайт – это визитная карточка. Сайт – это не про то, чтобы продавать. Сайт – это про то, что вы есть. Вы официальная компания. И очень многие большие бизнесы, они создают себе сайт, потому что это важно. Там есть блог, там можно читать, там можно нашу команду раскрыть, там можно отзывы. Очень много информации можно залить. И если те, кто ищут побольше о нас, они могут проинформироваться на нашем сайте. Но редко, когда сайт конвертирует в продажи. Редко, когда сайт достигнет цели, чтобы у вас был уровень конверсии. У вас будет уровень охвата. Или будет уровень, когда вы сможете иметь еще один контакт с вашим потенциальным клиентом. Но те, кто хотят сегодня продажи под определенный продукт, под определенную услугу, сайт вам не выход. Сайт вам не поможет. А поможет вам следующий продукт – это e-commerce сайт. Вот те, кто хотят продавать очень большую линейку продуктов, те, у кого есть там 100 позиций, 1000 позиций, онлайн-среда сегодня, она привыкла на онлайн-магазинах. Наверное, и вы тоже не раз заходили на сайт, не знаю, там Алиэкспресс, или Спорт Директ, или Ла Мода, или Елефант в Румынии. То есть мы, когда хотим купить книгу, продукт, заказать себе питание, заказать себе услуги, да даже больше мы хотим заказать себе еду локально, да, это, получается, мы идем на сайт и ставим в корзину, потом проходим инициацию продажи, потом мы оплачиваем, потом мы ждем заказа. То есть e-commerce, он в тренде, но важно, чтобы ваши сайты были правильные. Вот неважно, будет у вас лендинг, будет у вас e-commerce. Важно, чтобы вы ответили на вопрос, если он мобайл-респонзив, это важно, чтобы ваши сайты очень хорошо и правильно смотрелись с мобильного телефона. Более того, чтобы это было удобно, смотреть на ваш сайт с мобильного телефона. И элемент аналитики, о котором мы будем говорить, я эти сайты вам покажу как в пример. Сейчас мы покликаем, пройдем их как позиции. Вы себе записываете, есть у вас e-commerce или нет. Есть 100 позиций, но у вас сайт простой, как такой, это неправильно. Если у вас 100 позиций, у вас такой сайт, где есть как онлайн-магазин, как Алиэкспресс, скажем так, то значит, у вас правильное направление. Если у вас несколько позиций, то вам подойдут лендинг-пейджи. Лендинг-пейджи – это одностраничные или же односкрольные, то есть на один экран или на пять экранов, но одностраничные лендинги. Это когда мы берем один продукт или одну услугу, или там одну категорию услуг, и мы генерируем трафик, который я говорил ранее, целенаправленно на эту услугу. Мы генерируем внимание в одну точку, и тем самым повышается продажа, потому что человек на вашем лендинге, он может сделать только две вещи. На сайте он может пойти в глубину, зайти в блог, зайти в контакты, посмотреть фотографии, галерею, видео, отзывы, продукты, линейку, и не раз вы заходили на сайт или на e-commerce сайт, и вы покликали, покликали, покликали и вышли. На лендинге вы можете сделать только две вещи. Первое – это купить, второе – это закрыть страничку. Поэтому конверсия увеличивается. Хорошие лендинги конвертируют до 30% в регистрацию или в продаж. В среднем там 5, 10, 15% в зависимости от продукта и от линейки. Поэтому очень важно, чтобы вы понимали, что для вашей отрасли важен или не важен лендинг-пейдж, чтобы вы могли протестировать, обязательно попробуйте сделать и сгенерировать немножко трафика туда. И еще один канал или площадка сегодняшнего онлайн-продаж – это соцсети. Соцсети – они являются и каналом трафика, и площадкой для конверсии. Что случилось? Случилось очень простое. Люди начали пользоваться мобильным очень активно. И людям удобно отвечать в сообщениях, людям удобно использовать мессенджеры. То есть люди не все хотят идти на какой-то сайт, не все хотят куда-то что-то там заполнять, какие-то там данные оставлять, куда-то идти. Они просто видят в соцсетях пост, и они комментируют этот пост. И самое прекрасное в этом, что неважно, какой чек у вас. Вы можете в соцсетях продавать чехлы за 30 центов тысячами, сотни тысячами. Или вы можете продавать, ну не знаю, там вот самое такое специфическое, мы что продавали – это трактора. Это тяжелая техника. Или же дома, элитные дома, коттеджи. Или же мероприятия брендинговые. Вот наша страна, она очень активно делает шаги в направлении туризма. Есть сельский туризм, и очень красивые рекламные компании были на уровне Носкута Молдова или Молдова Уайн или другие направления. То есть, соответственно, в соцсетях очень хорошо и очень просто сделать именно и охват брендинговый имени бренда, имени мероприятия, и конверсию, получить обратный отзыв в этом направлении. Поэтому здесь соцсети являются стратегическими для тех, кто начинают, потому что бюджет будет меньше. Если вы хотите, ну вот, не знаю, наши партнеры по управлению репутацией в Гонконге, делая экспорт туда, из наблюдений, не знаю, если присутствующие, кто-то делал экспорт в Гонконге, но самую большую ошибку, которую там в маркетинге делают, это то, что есть румынская поговорка «Сарку сапала вортолет». Знаете такую поговорку? Это когда мы заходим на рынок, который многомиллионный в маркетинге, и мы заходим с 1000 евро и какие-то там рекламы делаем. И вот часть из брендов, которые выходят в Винные или другие, там большие гиганты, там рынок очень большой, и они выходят там с 5000 еврами бюджетом рекламы на несколько месяцев, когда там сотни тысяч евро тратят на билборды, на экраны, на коммуникацию, соцсети, группы, тематический брендинг. То есть, когда мы понимаем, на какой рынок мы идем, я говорил вам изначально про CPM, про цену за 1000 показов, вы должны понимать, а какая конкуренция там, какие каналы конкурентные, какие площадки конкурентные. Потому что вы можете слить бюджет просто из-за того, что вы не имеете сайт или продвигаетесь на сайте. Потому что вы делаете с сайти коммерс, мой прям на днях, пример из жизни. Мой брат двоюродный, он в Брошове открыл бизнес. Это отрасль, эта франшиза Миловица. Он сделал сайт, ну там, экосистема у них одна, но на этот сайт не льется достаточный трафик. На этом сайте нет аналитики, о которой я в следующем слайде буду вам говорить. И тем самым это неправильно. То, о чем я хочу донести вам, что вы должны работать в комплексе между трафиком, площадками, аналитикой и продажей. То есть, вы не можете создавать большой трафик, не имея площадки, или наоборот, имея продукт, не имея трафика, не имея площадки. Или имея трафик, но площадки не имеют аналитику, к примеру, которая очень важна для продажи и понимания лучше вашего клиента. Я включил несколько пунктов, которые я считаю must-have для бизнеса в сегодняшнем дне. Если у вас этого нет, значит, у вас большие проблемы на уровне коммуникации с вашим потенциальным клиентом. Первый – это CRM. Я надеюсь, что многие имеют CRM-системы, их разное количество, разные бренды. Не важно, какой у вас CRM, важно, чтобы у вас был CRM. Для тех, у кого его нет, запишите себе эти три волшебные буквы. Это Client Relationship Management. Это система для ведения учета клиентов. У многих есть какие-то внутренние системы для клиентской базы. часто комбинируются между вашей внутренней и CRM-кой, потому что CRM-ка – это для дела продаж. Если вы начнете генерировать трафик, если вы начнете коммуницировать в онлайне, вам будут приходить лиды. Эти лиды, их нельзя держать в Excel, в памяти, татуировками. Нельзя их держать. Их нужно держать в CRM-системе, потому что вы сможете проследить цикл сделки, он разный, в разных нишах, в разных отраслях, на разных рынках. И вы сможете посмотреть, сколько вы сгенерировали, сколько потратили, и сколько у вас в активе контактов, которые должны сконвертироваться в потенциальные клиенты. Это все помогает и делает CRM-система. Поэтому вы обязательно просмотрите, проанализируйте и обязательно это важно, потому что без учета CRM-направления вы не сможете качественно анализировать данные. Посмотрю, если есть еще какие-то вопросы. нет вопросов, но вы можете их прописывать, потому что мы еще минут 20-30 моя часть в активе, потом дальше у вас будут другие какие-то позиции, но вот про диджитал-коммуникацию, пожалуйста, пишите ваши вопросы, вдруг вы продвигаетесь, или у вас какая-то проблема, или есть какой-то вопрос, пропишите, давайте я буду вам полезен на уровне техническом, не только говоря про какие-то тренды или теорию. Второе направление, о котором мы будем говорить, это управление репутацией. Это новые элементы аналитики. Я являюсь партнером Reputation House, говорил, компания гонконгская. Это сканинг интернета 24 из 24. Я знаю, что многие здесь из Приднестровья. Вот Reputation House, он работает 24 из 24 как программа, график, и часть сотрудников у нас из Приднестровья. Это где-то 20 человек, которые работают в две смены, кто-то днем, кто-то ночью. Это формат, когда вы можете сканировать спрос или упоминание о вас или о вашем бренде на рынке в сегменте, где вам это стратегически интересно. Это, конечно, очень сильно эффективно для средне-больших брендов, которые ценят всем упоминанием, позитивным или негативным. То есть, здесь не важно, где напишут о вас, в фейсбуке или в наличном блоге, если они упомянут имя вашего бренда или если они упоминают комбинацию каких-то фраз, мы можем их идентифицировать, эти посты, и бренд может внедриться и усилить, если это позитивный отзыв, или же немножко разрулить ситуацию, чтобы не пошел негативный хайп. Поэтому, если вы заходите на какой-то рынок, или у вас средний локальный бренд большой, и у вас позитивная или негативная репутация большая, вы ее должны мониторить. Учтите и посмотрите, как это сделать. Напишите нам или начните сами анализировать в этом направлении. Репутация онлайн это важно. Еще один из пунктов, которых для аналитики это важный момент. Я тут не знаю, что это не для всех, но для тех, кто оперирует с больше 100 контактов в месяц на уровне рекламы, на уровне лидогенерации. Часть из вас я уверен, что в контексте нашего сегодняшнего мероприятия она для экспорта, для больших стран, но вы делаете какие-то действия локально. Вы возможно имеете еще и параллельный какой-то бизнес, который не связан с о том, о чем мы говорим сегодня, но он имеет, не знаю, B2C или какие-то продажи, и вы генерируете много лидов, вы генерируете очень большой спрос. Вот этот спрос весь должен трафик литься в CRM систему, там менеджер с IP телефонией обзванивает, зачем? Потому что так вы делаете лучше контроль качества за вашими клиентами, так вы автоматизируете процесс, и когда мы говорим про цифрализацию бизнеса, это не только про процесс продвижения ваших постов, это не только про выбор канала и площадок, цифрализация бизнеса, она в корень уходит, начинает бизнес процессов, заканчивая с приложениями, которые помогают делать тайм менеджмент или project менеджмент ваших процессов, поэтому вот CRM системы или IP телефонии или Asana или Trello они все часть цифрализации, потому что к примеру ставя одного человека на продажу через IP телефонии он может заменить троих, которые звонят просто с телефона, потому что они звонят своего телефона или с этого вы не слышите звонки, вы не можете понять качество, вы не можете улучшить, а тут вы можете улучшить, вы знаете, что в день нужно сделать 50-70 звонков, соответственно 20 дней у нас около 1000 звонков, 1000 звонков 15 секунд минимум идет разговор, а этот разговор он должен быть обязательно через скрипты, это тоже важный процесс в элементе коммуникации, диджитал коммуникации и цифрализации и скрипты это сценарии продаж, это тогда, когда у нас не просто каждый сотрудник говорит так, как ему попадет в голову, это тогда, когда у него есть сценарий и он знает, что каждый раз, когда поднимает телефон, он говорит, здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я представляю компанию Talmazon School, есть минутка или можем поговорить и все так говорят, наверное, вы слышали не раз сценарий у больших компаний, как, не знаю, Orange, Молчел, Молтелеком, когда ты звонишь и говорит с тобой Галя, Маша, Петя, Ирина, неважно, они все как будто одной мамы, все разговаривают одинаково, вот это идет процесс, когда у нас подключены скрипты продаж, они увеличивают продажу, они акцентируют на важные процессы в коммуникации и у них, у продавцов есть сценарий, когда человек скажет нет, что сказать или когда скажет да, что сказать, в этом плане очень важно подойти. Следующий элемент, он для тех, кто продвигается или который хочет экспортировать, который хочет заливать много трафика, который не просто хочет, но ему некуда, потому что в его отрасли он не может работать с бюджетом в 100 долларов, ему нужно 10 тысяч заходов на сайт ежедневно. Вот, если вы являетесь таковыми, для вас нужна система Ройстат или подобные системы. Система Ройстат или подобные системы это системы сквозной аналитики. Что это означает? Это означает, что у нас очень четкое понимание из опыта, что каждый клиент, который к нам пришел в продажу, он не купил из одного касания. Перед тем, как купить, он, возможно, увидел рекламу в Фейсбуке, а, возможно, был на мероприятии, а, возможно, получил СМС, а, возможно, искал в Гугле, а, возможно, увидел на сайте партнеров. Потом он через полгода увидел в Фейсбуке, а потом просто проходил мимо и зашел, потому что увидел вывеску. Вот, это путь клиента, и точки касания у него разные. Ройстат, система в онлайне, помогает вам понять, человек, который купил, сколько и каких касаний он сделал до покупки. И вы можете увидеть последовательность, что средний чек 50 долларов это люди, которые сначала открывают имейл, потом им звонят, потом они заходят в Фейсбук. А люди с чеком в 1000 долларов это люди, которые сначала видят в Фейсбуке, потом им звонят, а потом они приходят в офис. То есть вы можете увидеть закономерности в продажах, но самое главное, вы можете увидеть, какие каналы и какие каналы трафика работают на конверсию продажи. Потому что очень многие смотрят только на зеленый кружочек, что реклама запущена. Но в Digital мы говорим про перформанс, мы говорим про элемент эффективности ваших процессов. Ройстат один из них, запишите, заскриньте и узнайте у ваших специалистов, как это. Говоря про трафик, я упоминал, у нас есть разные-разные каналы. Вот у нас есть и Google, и Facebook, и маркетинг, и пресса, и Instagram контент. Все-все-все-все это у нас есть, и мы должны идти по этому пути. Важно, и мое желание к вам, чтобы вы взяли каждый этот путь, каждую эту тропинку, чтобы вы взяли по отдельности. Не берите все сразу, или наоборот, не убегайте с этих тропинок. Это необратимый процесс. Мы сегодня находимся в таком периоде, когда мы не надеемся, что через месяц-два все станет как прежний. Не станет как прежний. Из аналитики, из разных источников понятно, что мы в этом году онлайн будет нашим все, а в следующем году он будет нашим часть важной из бизнеса. Поэтому пытайтесь обуздать этот канал цифрализации, диджитализации, онлайн-коммуникации больше, лучше и эффективнее. И эти пути, они необратимы. Под каждый из них есть специалисты, под каждый из них есть бюджеты, под каждый из них есть результаты. Все это взаимосвязано. Вы должны понимать эти моменты. И этот скрин я нарочно для вас его сюда закинул, чтобы вы смогли его сохранить и смогли понять, что начиная с сегодняшнего дня, если хотите, формат экосистемы, начиная с телефонного номера, заканчивая с пикселем, гугл-аналитик, яндекс-метрики, каналами. Все это должно быть создано для каждой единицы бизнеса. Вы не можете жить в онлайне, если у вас нету сайта, если у вас нету фейсбука, инстаграма. Вы не можете быть эффективными, живя только с присутствием созданного этого актива. Вы должны иметь аналитику на этом элементе. Вы не можете работать и жить, и иметь результат, имея аналитику, имея сайт, не имея трафика, правильного трафика, который вы будете анализировать через эти гугл-аналитики, яндекс-метрики. Возможно, многие сейчас сложно принимают этот поток информационный, потому что он относительно технический. Но вы должны понимать, о чем я говорю. Предприниматель, он не обязан уметь делать это. Но он обязан понимать, что надо делать. И если вы еще не понимаете, что такое пиксель, фейсбук, ну, какие-то там посты, какие-то котики. Нет, это каналы, через которые продаются сотни тысяч лей, долларов, евро, любой валюты, которую хотите. Это эффективные каналы, которые приносят результат. И если, повторюсь, вы не понимаете, о чем я говорю, тогда вы должны самостоятельно открыть все точки и информироваться. Если вы не понимаете, вы должны нанять персональных коучеров или пойти на курсы и обучаться этой специфике. И не как делать. Многие идут на тренинги и, слушая все это, они просто блокируются, потому что говорят, когда мне все эти посты, все эти пиксели. Дмитрий, о чем вы говорите? У меня на таможне стоит фура, мне нужно делать... Я понимаю, и задача моя вам сказать, что это важно не как, а что. Вы должны понимать, что есть пиксель, он стоит на сайте, он смотрит на аудиторию, он может сделать так, чтобы ваши продажи улучшились. Есть каналы, они разные, у них разный подход, одноклассники, фейсбук, тридевятки, инфлюенсер, пресса, телевидение. Все это разные, и выхлоп разный от разных каналов. И здесь мы должны улучшаться изо дня в день, и это не обратимо, чтобы мы могли понимать, что мы будем делать. Поэтому как бы я себе вот такой слайд, спасибо за внимание и форматы контактов. Можете сделать скрины, это мой инстаграм, который вы можете написать мне, или во фейсбуке Талмазан Дмитрий, или звоните, если у вас есть вопросы по формату о том, о чем мы говорим. То есть вы услышали и сказали, нет, это немножко не про меня, или это сложно мне понимать, или я хочу понять лучше, тогда вы должны немножко копнуть глубже. Я бы хотел посмотреть, если у вас есть вопросы по сегодняшнюю тему, или вообще вопросы. Так, что вы сможете сказать про социальную сеть Инстаграм. Про Инстаграм я хочу сказать следующее. Инстаграм, каждая соцсеть имеет свои правила игры. Инстаграм – это соцсеть возраста активного, 18-35. Это очень популярные сторисы, там нужно коммуницировать очень много через сторис. Инстаграм – это соцсеть эмоций, это визуального процесса, то есть там не прокатит момент. К примеру, в Фейсбуке прокатит очень много мяса, то есть вы сможете там давать контент, обучающий, объясняющий, там люди воспринимают это. В ТикТоке это вообще будет ха-ха-хи-хи, приколы, и редко, когда будут заходить какие-то воспитательные процессы. Одноклассники – это нахват, это про то, что показать. Там комментарии, лайки, клики меньше, но вот увидеть вас могут увидеть многие. Поэтому важно понять, какая соцсеть для вас стратегически в перспективе статистики этой соцсети, кто там, чтобы вы могли понять, а это мой клиент там или он не там. Более того, каждый из нас находится в то же время в нескольких соцсетях. У вас есть Одноклассники, у вас есть Фейсбук, у вас есть Линкедин, у вас есть Ютуб, но вы разные в этих соцсетях, у вас разные эмоции в этих соцсетях. Поэтому вы, как клиент, относитесь к 4-5 категориям пользователей. Кумсикрязи Черемеул. Черемеул – это программа, она создана уже, она стоит несколько сотен рублей в месяц, абонемент. Или вы смотрите в Гугле, как это интегрируется, потому что стоимость у вас будет больше на специалистов для создания правильной структуры. Это как прийти и разложить мебель по комнатам. Вот чтобы разложить правильно мебель по комнатам в СРМ, нужен специалист. Он стоит от 500 до 2000 евро. Это делается единожды из опыта, могу сказать. Поэтому, как бы, если какие-то вопросы, вы можете написать, позвонить. Я перенаправлю вас к данным специалистам. Мы не занимаемся этим, но мы имеем СРМ. Они выглядят вот следующим образом. Я вам покажу, если вы хотите. Вот СРМ-система. Она выглядит вот так. Так, четыре. Вот так выглядит. А вот это элемент воронки, где у вас есть контакты. Все контакты сохраняются тут, у нас в районе 7300 контактов. И каждый контакт имеет какие-то свои... Тут у вас есть линейка продуктов. К примеру, у нас был позавчера вебинар. И вот Нина была на вебинаре. И я вижу, если Нина у нас еще была или не была, покупала, не покупала. Я вижу все сделки. Нет, первый контакт у Нины был вчера. Соответственно, вот это и есть СРМ-система, которая помогает, позволяет нам понимать лучше нашего клиента и выдавать больше результата. Сайт для компании... Это не прошлый век. Сайт для компании прошлый век, если у вас только сайт. И если у вас сайт сделан 10 лет назад. Сегодня сайты работают в очень многих отраслях, когда у вас несколько направлений, у вас несколько... То есть это такая визитная карточка. Задача этого сайта, что люди заходят на, образно говоря, talmazan.md, и они видят там и Asap Digital Team, агентства, которые продвигаю, которые мой бизнес, и Talmazan School, и Kick Social Work, и другие проекты, которые я лоббирую. То есть получается, что на этом сайте я себя представляю или свою компанию, как холдинговые, скажем так. А может быть у компании несколько продуктов. Вот к нам обратилась компания по охране, и у них несколько направлений. У них есть охрана дома, и охрана офиса, и охрана как телохранитель, и страховая жизнь. То есть у них несколько направлений. Под каждое из направлений я рекомендую делать лендинги. То есть продажа будет происходить... Чисто человек зашел на охрану дома, потому что он не нуждается в другой информации. А в общем, если зайти на этот сайт, то можно понять, кто они, откуда они, и куда они идут. Так, есть еще вопросы, коллеги? Есть ли вопросы или нет? Если нет вопросов, а если вдруг они появятся, то я оставляю еще раз скрин для вас. Мой номер, телефон, Instagram, можете написать мне туда. Я хочу поблагодарить организаторов за то, что они предоставили эту возможность. Это важная тема для бизнеса, для предпринимателей, чтобы были первые касания. И я верю из опыта и понимаю, что это не первые ваши мероприятия на эту тему. И, возможно, многие ничего не поняли, но это первые касания. Через месяц, два, три года вы сможете понимать больше, 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 это нормально. Мы не все родились с чипом digital коммуникации. Но тот факт, что это нужно для бизнеса, и это must have, чтобы вы понимали, куда движется онлайн рынок, куда движется цифрализация бизнеса, это мы должны все знать. Не важно, откуда мы и куда мы идем. Я Дмитрий Талмазанов. Спасибо за внимание. Спасибо и удачи в сегодняшних еще сессиях и вообще в бизнесе. Всем-всем всего хорошего. Спасибо. В дальнейшем...